Здравствуйте! Лекция номер 9, тема «Протокол TCPIP. План». В данной лекции речь пойдет о протоколе управления передачей, межсетевом, протоколе Transmission Control Protocol, интернет-протокол, TCPIP и его работе по обеспечению обмена данными через произвольное количество взаимосвязанных сетей. Группа протоколов под общим названием TCPIP была разработана в ходе исследовательской работы, выполненной Управлением перспективных исследований и разработок Министерства обороны США – DARPA. Первоначально она разрабатывалась для обеспечения связи между компьютерами внутри самого управления. В настоящее время протокол TCPIP является стандартом для межсетевого обмена данными и играет роль транспортного протокола в сети интернет, позволяя связываться миллионам компьютеров по всему миру. Межсетевые протоколы могут использоваться для обеспечения взаимодействия в среде произвольного количества взаимосвязанных сетей. Они одинаково хорошо подходят для обмена информацией как в локальных, так и в глобальных вычислительных сетях. Группа протоколов в интернет-протокол включает спецификации не только уровней 3.4, например, IP и TCP, но также спецификации таких общеупотребительных приложений, как электронная почта, удаленный вход в систему, эмуляция терминала, передача файлов. Как видно из рисунка 9.1, структура протокола TCPIP подобна нижним уровням эталонной модели взаимодействия открытых систем, модели ОСИ. Протокол TCPIP поддерживает все стандартные протоколы физического и канального уровней. На рисунке 9.1 в точке зрения заданных функциональностей четырехуровневая модель протокола TCPIP подобна модели ОСИ. В протоколе TCPIP информация передается в виде последовательности дейтограмм. Одно сообщение может передаваться как ряд дейтограмм, которые собираются в сообщении в месте приема. Как показано на рисунке 9.2, протоколы уровня приложения используются для передачи файлов, электронной почты и удаленного входа в систему. На уровне приложения также поддерживается задача управления сетью. Транспортный уровень выполняет две функции, управляет потоком, что обеспечивается механизмом скользящих окон, гарантирует надежность благодаря наличию порядков номеров, сегментов и подтверждений. Как показано на рисунке 9.3, на транспортном уровне существует два протокола. TCP – надежный протокол с установлением соединений. Он отвечает за разбиение сообщений на сегменты, их сборку на станции в пункте назначения, повторную отсылку всего, что оказалось неполученным, сборку сообщений из сегментов. Протокол TCP обеспечивает виртуальный канал между приложениями и конечных пользователей. На рисунке 9.2 некоторые приложения, например, тривиальный протокол передачи файлов и простой протокол управления сетью, могут выполняться на маршруте сфаторах. Протокол Datagram пользователя. User Datagram Protocol. UDP – ненадежный, не ориентированный на установление соединения. Хотя протокол UDP и отвечает за передачу сообщений на этом уровне, отсутствует программное обеспечение для проверки и доставки сегментов. Отсюда и определения ненадежны. На рисунке 9.3 разработчики приложения могут выбирать транспортный механизм с установлением соединений TCP или без такового UDP. Межсетевой уровень по герархической структуре протокола TCP и IP соответствует сетевому уровню модели ОСИ. Каждый из этих уровней несет ответственность за прохождение пакетов по взаимосвязанным сетям, используя при этом программную адресацию. Как показано на рисунке 9.4, на межсетевом уровне протокола TCP и IP, который соответствует сетевому уровню модели ОСИ, функционирует несколько протоколов. На рисунке 9.4 сетевой уровень модели ОСИ соответствует межсетевому уровню протокола TCP и IP. Протокол IP, который обеспечивает маршрутизацию датаграмм с минимальными затратами на доставку и без установления соединений. Его не интересует содержание датаграмм. Вместо этого он занимается поиском способов перемещения датаграмм в пункт назначения. Межсетевой протокол управляющих сообщений Internet Control Message Protocol, который обеспечивает возможности по управлению и передаче сообщений. Протокол преобразования адреса, Adress Resolution Protocol, ARP, определяющий канальный адрес по известному IP-адресу. Протокол обратного преобразования адреса, Reverse Address Resolution Protocol, RARP, определяющий сетевые адреса по известным канальным адресам. Список использованной литературы.